Всеобщая история древнего мира. Пятый класс. Вегасин. Параграф 2. Родовые общины охотников и собирателей. Прошли сотни тысяч лет, менялся облик человека, увеличивался его мозг, возникла речь. Первобытные люди постепенно расселились по холодным странам Европы и Азии. Более полумиллиона лет назад они появились на юге нынешней России. Наши предки сумели выжить морозными зимами, так как они пользовались огнем и научились добывать его. Они изобрели новые орудия труда, у них появились одежда и жилища. Одежду шили из звериных шкур, жилищами становились пещеры, служившие убежищем от хищников холодного ветра, дождя и снега. В той местности, где не было пещер, люди рыли землянки и строили шалаши из веток деревьев, костей и шкур крупных животных. Охота стала важнейшим занятием. Главным охотничьим орудием долгое время было копье, сделанное целиком из дерева. Первобытные люди выбирали длинные и прочные палки, заостряли их каменными рубилами, а затем для придания большей твердости обжигали на огне. Потом появилось новое изобретение – острый каменный наконечник. Его привязывали к древку копья волокнами растений или кожаным ремешком. Такое составное из дерева и камня копье стало грозным и надежным оружием в борьбе со зверями. Действуя слаженно и дружно, десятки мужчин гнали стадо диких животных к крутому обрыву в болото или глубокий овраг, откуда им трудно было выбраться. Люди охотились на диких кос, лошадей, оленей, бизонов, а также на зверей, которых ныне уже нет на земле, на шерстистых носорогов и пещерных медведей. Самой желанной добычей был мамонт – огромный слон с длинной желтовато-бурой шерстью и сильно изогнутыми бивнями. Родовые общины. Приблизительно 40 тысяч лет назад человек стал таким же, как люди нашего времени. Ученые называют его человеком разумным. В это время человеческие коллективы стали более сплоченными. Люди разумные жили родовыми общинами. В таких общинах родственные связи являлись главными, основными. Все близкие и дальние родственники считались сородичами. Люди тогда рассуждали так – это мой сородич, значит он свой, ему надо помогать всегда и во всем. Если чужой обидит человека из нашего рода, нанесет ему увечья или убьет его, то весь наш род будет мстить обидчику и его роду. Общими у рода были жилища, запасы пищи и дров, очаг, где горел огонь. Сородичи мужчины сообща охотились на зверей. Женщины занимались собирательством, готовили пищу и заботились о детях. При раскопках археологи находят фигурки женщин, которые первобытные люди почитали как прародительниц и хранительниц домашнего очага. Предки всех населяющих землю народов жили некогда родовыми общинами. Лук и стрелы. Многие тысячи лет охота на крупных животных доставляла людям мясо, шкуры и кости. Но для охоты на мелких и быстробегающих животных нужно было создать оружие, которым можно поразить цель на большом расстоянии. Люди заметили, что согнутое деревце распрямляется с силой. Это свойство деревьев помогло сделать величайшее изобретение – охотничий лук и стрелы. Меткий охотник издалека с расстояния сотен шагов поражал животное стрелами. Более успешной стала и охота на птиц. Для охоты на крупную рыбу люди изобрели костяной гарпун. Историческая справка. Мамонты – древние обитатели русской равнины и Сибири. Десятки тысяч лет назад на обширных просторах нашей родины паслись бесчисленные стада мамонтов. По сей день в мерзлой земле находят их кости, бивни и целые туши. Еще лет 200 назад некоторые жители Сибири даже верили, что мамонты всю свою жизнь проводят под землей, а умирают будто бы от того, что случайно глотнут губительного для них воздуха. Теперь ученые знают, что чаще всего мамонты погибали при переходах по непрочному льду водоемов или же во время разливов рек, пытаясь спастись на островках. Археологи исследовали стоянки первобытных охотников на русской равнине и в Сибири. Найдено множество изделий из бивня мамонта, иголки и шилья, браслеты, фигурки зверей и людей, наконечники копий и даже целые копья двухметровой длины.